МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, сколько сейчас трудится в вашем коллективе человек? Численный состав у нас более 80 человек. Но фактически немножко больше людей принимает участие в оказании социальной помощи нашим гражданам. Они неравнодушны, я так думаю, люди, да? Случайных людей в социальной службе, наверное, не бывает. Потому что те специалисты, которые приходят на работу, устраиваются на работу, они, наверное, по злоу сердца приходят. Потому что если они чувствуют, что они не могут долго выдержать, может быть, напряжение, может быть, какие-то трудные ситуации, которые приходится решать, да, естественно, они ищут другое место работы. В нашем коллективе очень интересный баланс такой. Да, у нас примерно 30% – это старшего поколения, мудрых людей, опытных профессионалов. 30% – это среднее звено, средний возраст. И уже 30% – это молодёжь, которые вносят в работу тоже свои уже видения своё, новое видение и новые какие-то идеи. Но они ведь не только материальные блага помогают получить. Иногда ей приходится быть психологом. Наверное, практически всегда, потому что люди приходят такие незащищённые, да. В общем-то, с чего начинается вообще оказание социальной помощи? Вы правы абсолютно. Это, наверное, сообщение. Вот так, с глазу на глаз, да, когда человек обращается, а у нас весь характер предоставления услуг носит заявительный. То есть или сам человек заявляется о своей проблеме, возможно, это могут быть соседи, какие-то общественные организации, учреждения и даже совершенно посторонние люди, которые увидели, что человек нуждается в помощи, и могут нам позвонить. И, естественно, мы сразу же выезжаем, находим человека. Если нужно, там проводим акты обследования жилищных условий, и потом уже определяем, какой конкретной помощи человек нуждается, и как её оказать. А кто имеет право на получение вот таких социальных услуг? И какие это социальные услуги? Ну, согласно закону, которому мы работаем, да, федерального 442-го, граждане, нуждающиеся в социальной защите и поддержке. В эту категорию граждан входят, конечно, в первую очередь незащищённые сли населения, значит, дети с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане, инвалиды, лица, значит, прибывшие из мест лишения свободы, лица без определённого места жительства, лица, перенёсшие или имеющие какое-то серьёзное заболевание, лица, скорее всего, с какой-то психотравмой внутренней бывают, это какие-то внутрисемейные конфликты, конфликты между родителями и детьми, в общем-то, оставшиеся без жилья по разным причинам. То есть любая ситуация, трудная ситуация, определяет нуждаемость конкретного человека. Может быть, у него сегодня есть всё, а на завтра случается как-то фурс-мажор, будь то наводнение, пожар или ещё какая-то ситуация, или потеря близкого человека. То есть, естественно, это травма, это беда, это переживание, здесь необходима помощь. И у нас каждый сотрудник, да, прежде всего, начинается с психологической поддержки, помощи. Прежде всего, выслушать и понять, принять. Какие услуги на дому вы предоставляете, и кто может ими воспользоваться? Услугами на дому у нас 100 получателей социальных услуг, а на сегодняшний день 55 человек обслуживаются в сельской местности и 45 в городе. И соцработник обслуживает, один соцработник, норматив на него 9 человек в городе и 6 человек на селе. Не менее двух раз в неделю они должны обязательно прийти и оказать помощь, услугу. Это социально-бытовые, хозяйственные, в магазин сходить, продукты купить там, социально-медицинские. Получается, что давление померить, врача вызвать, в аптеку сходить вместе с сопровождением медицинских. То есть это маломобильные люди, да? В основном, да, это уже люди, у которых есть проблема с самообслуживанием. Может быть, она будет постоянной или периодически, например. Ну, мы же знаем, что наши пожилые граждане стараются всё делать самостоятельно, но по какой-то причине, например, обострение хранического заболевания, да, ещё что-то. То есть в этот период они не смогут даже полы помыть, посуду помыть, покушать себе, приготовить. Поэтому, да, но самое главное, это нужно общение. А почему такие вот люди пожилого возраста остались одни? Нет родственников или родственники не всегда выполняют свой долг? Вы знаете, да, есть категория, которые совсем одинокие, пожилые граждане, а есть граждане, у которых есть родственники. Есть родственники, они могут проживать в других городах совершенно, да? Или находиться, например, на службе в вооружённых силах, в общем-то, в армии, да, есть дети. Ну, вот по разным причинам, по разным причинам. То есть они остаются, не хотят пожилые граждане выезжать из своих родных, например, домов. Если это касаемо сельской местности, особенно сельской местности, да? Ну и, конечно, в городе. Но в городе сейчас практически пожилые граждане, которых мы обслуживаем, они все живут уже в благоустроенном жилье. Единицы остались, которые в частном доме, где нужна, ну, больше такая помощь бытовая, да, там, вода, дрова. Вы сказали, что на одного социального работника приходится 9 в городе, да, и 6 на селе. Это 15 человек? Нет, 9 в городе. А, в городе, то есть это один обслуживающий. Да, один социальный работник обслуживает. Обслуживает 9 человек, это норма, да. И один социальный работник в сельской местности 6 человек, потому что услуги там предоставляются более такие тяжелые, да, физически тяжелые, это вода, дрова, уголь дополнительно, огороды, в общем-то, все, что необходимо. Мне кажется, потом этот социальный работник становится уже родным человеком, да, для этого пожилого человека. Ну да. Если пожилому человеку требуется, например, инвалидная коляска, костыли, то тоже может к вам обратиться? Да, конечно, у нас функционируют 5 отделений. Одно из них – это отделение срочной социальной помощи, где есть пункт проката реабилитационной техники. То есть у нас закуплены ходунки, костыли, инвалидные коляски. Самые востребованные – это, конечно, костыли, особенно в период у нас гололеда. Да, там практически все выдается на прокат. То есть это не только пожилым людям, но и любой человек может воспользоваться данной услугой. В вашем комплексе пожилые люди могут оздоровиться. Что это за программа? Ну, это наша, наверное, изюминка округа, я бы сказала, уникальное такое отделение дневного пребывания. Да, его называли по-разному, то есть реабилитационное отделение. Но действительно, там и социальная реабилитация, и социально-медицинские услуги. Учреждения имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности и имеют в штате профессионалов, да, медицинских сестер по физиотерапии. Поэтому все услуги, у нас физиопроцедуры, вот ванное отделение, которое единственное у нас в округе, находится в комплексном центре, в общем-то, очень востребована. Гидромассажная ванна, контрастный душ. Значит, у нас сейчас и новое поступило оборудование, медицинское ванна новое обновили. Эффект очень хороший, то есть гидромассаж заменяет массаж, в общем-то, контрастный душ, он снимает мышечное напряжение, очень серьёзно там мышечные зажимы расслабляет. То есть востребовано гражданам. А какие ещё процедуры? Физиопроцедуры, да, у нас есть ингаляторий, ОВЧ, магнитотерапия, значит, водные процедуры, кислородный коктейль, витаминотерапия, лечебная физкультура, в общем-то, и посттравматические, да, то есть есть переломы, там ещё что-то приходят к нам граждане, постинсультники на реабилитацию приходят, тоже эффект очень хороший и положительный. Это очень удобно, что не надо никуда выезжать, тем более, да, для таких маломобильных людей. Да, психологические, социально-психологические услуги, сенсорная комната очень востребована, да. И, наверное, большой эффект, очень большой эффект играет у нас трудотерапия, так мы говорим, «Кабинет приятных дел», как мы понимаем, что когда мелкая мускулатура задействована, да, то есть здесь идёт и, в общем-то, акцент на всё-таки улучшение памяти, зрения, и в то же время вот люди же занимаются творчеством, а когда они занимаются творчеством, в принципе, мир прекрасен в душе. Но не только пожилые люди, это же программа может пройти и дети, да? Отделение дневного пребывания, группа, он набирается на 8, группа набирается на 18 у нас календарных дней, на 18 рабочих дней, и в количестве 40 человек, 20 это детей, и 20 это взрослые. Это бесплатно всё им совершенно, да? Взрослые, не обязательно пенсионеры, то есть любой взрослый, да, может обратиться за помощью. Нуждаемость признаётся департаментом здравоохранения, социальной защиты. То есть показания должны быть? Должны быть показания. И по поводу оплаты. Вот сейчас очень сложно, и многие задают вопросы, каким образом они могут получить эти услуги, платно, бесплатно. То есть у нас есть льготная категория граждан, которые обслуживаются льготно, то есть, как мы называем, бесплатно за них оплачивает государство. Это участники Великой Отечественной войны, у нас, значит, жители блокадного Ленинграда, которые получили знак нагрудный. Далее у нас и именно граждане, которые участвовали в, в общем-то, военных действиях, да, Афганистан у нас, Чеченская республика с 55 лет, и родители погибших детей, да, вот в наших зонах вооружённых конфликтов. В общем-то, есть льготы. И несовершеннолетние. Несовершеннолетние обслуживаются бесплатно. А раз в два года или раз в год? Нет, это было раньше. Раз в два года пенсионеры могли получить льготные вот эти услуги, социально-медицинские, одоровительные. Сейчас они могут по необходимости, по нуждаемости. Для этого есть, ну, соответствующие документы, да, предоставляются. Предположим, у человека есть выписка о том, что он нуждается в реабилитационных услугах от лечащего врача, терапевта или, в общем-то, специализировано, как, ну, в общем-то, учреждение. Значит, это к пакету документов прикладывается. Далее обязательно нужна справка о составе семьи и, конечно, вот среднодушевой доход на, тоже на членов семьи. Поэтому, исходя из этого, считывается на льготном обслуживании будет частичная оплата или полная оплата. На сегодняшний день вот мы проводили аналитику за 2018 год, да, то есть у нас, например, в отделении дневного пребывания было обслужено 445 человек. Из них 243 ребёнка, более 200 человек взрослых, и из них 112 инвалидов. Так вот, из количества 445 человек, в общем-то, по льготному обслуживанию прошло у нас более 70 человек. А сколько полная стоимость таких услуг? Вы знаете, у нас нет такого ценника, как полная стоимость. Все граждане, которые к нам приходят именно в отделение дневного пребывания, да, на них составляется индивидуальная программа. И они могут сами выбрать услугу. Каждая услуга имеет определённую стоимость. Тарифы у нас комитетом по ценам определяются. То есть они могут взять питание горячее, могут не взять питание горячее. Да, они могут взять какую-то определённую услугу, могут не взять какую-то определённую услугу. И из тех услуг, что они выбрали, да, исходя из их среднетушевого дохода, то есть у них 150 процентов, если они получают это где-то в пределах, вот если 30 тысяч выходит на человека, да, то есть ниже 30 тысяч, получают они льготное, да, это обслуживание. Если там от 30 тысяч, например, до 40, то есть получается это от 150 процентов до 200, а получается 50 процентов оплаты. Ну, а там достаточно гибкие такие условия. Но на сегодняшний день у нас бывает, что оплата совсем небольшая. У кого-то и меньше 100 рублей, да, у кого-то 300, у кого-то там 5-6 тысяч, ну, где-то в пределах, может, 9-10 самое большое. Я так понимаю, у вас полный аншлаг, всегда группы набраны. Да, у нас очередь, у нас на сегодняшний день, да, имеется очередь такая вот негласная, да, то есть граждане звонят и спрашивают, можно ли в эту группу, например, и чаще всего они хотят не по одному даже, но с семьей, например, да, или там с знакомыми, там, друзьями своими уже, 2-3 человека сразу. Если получается, что, например, в одну группу там уже набор, в общем-то, полностью группа набрана, то есть они выбирают в течение года, у нас 11 групп, они выбирают удобное для них время, и записываются в другое время. Но не было ни одного случая, что когда хотели к нам прийти на, предположим, для получения тех же социально-медицинских услуг, и не получили их. То есть в любом случае они в течение года эту услугу получают по согласованию. Это радует, да. Какую помощь могут получить граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию? Вопрос такой общий. Да, общий. У нас все граждане в трудной жизненной ситуации, предположим, начнем тогда с отделения срочной помощи. Вот гражданин вернулся, предположим, из мест лишения свободы, да. Очень часто бывает ситуация, что за это время он и остался и без жилья по разным причинам, да. В общем-то, естественно, разрыв семейных каких-то там связей. Они могут получить, первое, что они могут получить вещевую помощь, то есть это и куманитарная помощь совместно с Российским Красным Крестом. Они могут получить продуктовый набор, пакет санитарно-гигиенический набор, продуктовый набор по линии, у нас, значит, комплексного центра есть. Далее, естественно, если у них на данный период нет возможности крыши на головой, да, то есть они до двух месяцев, да, могут находиться в кризисном отделении. В кризисном отделении для таких граждан предусмотрено один раз в день горячее питание. Ну, за этот период, за этот период, да, мы, естественно, специалисты, подключаются наши помощники, с кем мы взаимодействуем. Это Госюрбюро и Центр занятости. Мы, конечно, подыскиваем возможности работы, трудоустройства и проживания. А есть положительный пример? Вот помогли человеку, он не пошёл по этому кривому пути, а уже настроился. Конечно. Всегда есть положительные примеры, это очень радует. Они приходят потом к вам, общаетесь как-то с ними, Светлана Геннадьевна? Благодарят вот такие люди? Знаете, приходят, благодарят, встречаются на улице, даже так случайно, да, ну вот как уже хорошие, наверное, знакомые. Есть ещё другие примеры. Когда помогаешь гражданам, очень много сил, времени потрачено. Они, в общем-то, начинают работать, предоставляются комнатные общежития, но потом где-то вот это вот социальные моменты, да, вновь проявляются. То есть, получается, у них задолженность по кварплате, они лишаются опять крыши над головой и лишаются работы. И бывают действительно нередко такие моменты, когда мы по второму, и по третьему, и по четвёртому кругу идём терпеливо. Но наша задача, в первую очередь, дать, конечно, удочку, а не рыбу человеку. Конечно, да. То есть, как говорится, принять, накормить, помочь, ну а дальше уже совместно. Потому что в одностороннем порядке решить конкретную проблему невозможно не получится. А больше всё-таки таких положительных примеров, да, в Англии? Конечно, больше положительных. Вы сказали, что они живут в кризисном отделении, это как раз социальная гостиница, да? Так называемая социальная гостиница. И они живут там бесплатно? Там тоже есть свой уровень оплаты, смотря какая ситуация. Все документы идут через Департамент здравоохранения, признания нуждаемости. Они проживают, вот они, да, то есть в их ситуации они проживают, да, без оплаты. И есть, всё зависит тоже от среднедушевого дохода, да. Есть граждане, которые оплачивают, но оплата у нас там, в общем-то, не такая большая. Да, да, символическая. И, конечно, есть граждане, которых мы всегда принимаем с большой радостью, это жители сёл, которые выезжают по направлению. Они как раз к нам приезжают на... в общем-то, мы принимаем на основании нашего 13-го окружного закона о льготном проживании. Какие сейчас там условия созданы? Я знаю, что вы делали ремонт. Да, сделан очень хороший ремонт. В комнатах тепло. Комнаты в основном по 3-4-5 человек, да, то есть вот эти вот комнаты. У нас есть комната отдыха, где есть библиотека, игровой уголок, где могут они посмотреть телевизор. И, естественно, очень часто проводятся различные мероприятия. Предположим, на прошлой неделе, да, у нас приходили... Нас посещает отделение профилактики, планируется вновь. То есть все находящиеся, проживающие в крестном отделении, они могут померить свой и сахар, и холестерин. Ну, вот эту вот карту здоровья, так говорится, минимальный набор, то есть вы проверите. Да, дальше, значит, у нас киносеансы проходят, ну, конечно, такие психологические фильмы, которые потом идут с обсуждением. В общем-то, для... если это праздники, например, новогодние специалисты организуют поздравления новогодние тоже для проживающих. В общем-то, да, такие очень добрые условия созданы. Ну, могут и воспользоваться люди, наверное, в какой-то еще другой критической ситуации. То есть, например, женщина осталась с детьми, да, там некуда пойти жить, тоже может воспользоваться. Да, у нас, в общем-то, название этого отделения претерпевало свои изменения, да, и оно называлось... В один период у нас было именно для женщин, да, в кризисной ситуации. То есть ситуации бывают разные, действительно, бывают внутрисемейные какие-то вот конфликты, да, то есть, конечно, они могут прийти, обратиться к нам за помощью. А есть ли социальное сопровождение вот для неблагополучных семей? Как вы им помогаете? Здесь уже отделение по социальной помощи семье и детям. На сегодняшний день у нас в социально опасном положении 70 семей. Достаточно много. 70, это достаточно много, да, но эта цифра меняется, конечно, да. И на контроле 34 семьи. Чаще всего это семьи многодетные, семьи очень сложные, очень много вот данных семей в сельской местности находится, когда родители нетрудоустроены и ведут социальный образ жизни. Всегда вопрос напрашивается, для чего они рожают. Они же изначально понимают, что они не могут не обеспечить нормально, да, этих детей. Это что, это средство такого заработка, что ли, является? Может, не совсем корректный вопрос, да, но для некоторых, к сожалению, как они сами признаются, да, что они живут на детские пособия. Вот факт имеет место быть. Да, да, то есть они живут на эти детские пособия. Жалко очень ребятишек, очень тяжело. И я понимаю, что сотрудники, когда присутствуют, бывает и на изъятии, да, детей из семей, когда мама по 2-3 дня не появляется, а дети ведь очень такого возраста раннего. То есть всегда это тяжело. Но тем не менее мы первое, что это делаем, мы стараемся всё-таки семью сохранить. То есть специалисты в этом направлении работают совместно, то есть с органами опеки, значит, с центром развития, да, то есть наш дом, детский дом, как сейчас переименован, в общем-то, в таком очень тесном взаимодействии, потому что наша самая главная цель – сохранить семью для детей. Да, направление, в общем-то, мы организуем работу по направлению вручей родителей, то есть именно лечения от алкогольной зависимости в обязательном порядке. Надо сказать, что у нас очень хорошая программа в округе, да, вот именно по реабилитации, наверное, единственная в России, надо дать должное нашим властям, да, когда можно получить сертификат и пройти реабилитацию. Может быть, она не единственная в России, но я хочу сказать, что как раз вот органы власти обратили внимание на вот этот момент, да, то есть и всё, что, как говорится, возможно, то есть предусмотрели, потому что и результат тоже есть, то есть граждане, которые возвращаются с реабилитационного центра, да, особенно вот мамы, да, у которых дети, они действительно хотят что-то сделать, они хотят исцелиться от этого недуга, чтобы сохранить детей и вернуть детей в свою семью. То есть эффект есть, эффект есть, эффект хороший. Понятно, что всех обвинять нельзя, да, как, скажем, в разглядействе, да, бывают всякие трудные ситуации. Это ситуация, кто-то ломается, кто-то, кого-то эта ситуация делает сильнее, да, и ещё зависит от окружения. Понимаете, когда человеку трудно в окружении, кто рядом пойдёт, кто бутылку принесёт, да, или кто-то скажет, давайте помогу, давай-то вот одежду принесу детям там, да, предположим. А у нас сотрудники, они организуют работу с ребятами, с детьми, особенно подростками, то есть это клуб «Планеты детства», который тоже на базе отделения помощи семье и детям функционирует, да. У нас есть группа «Передышка», у нас есть клуб «Мозаика» для детей-инвалидов, а вот клуб «Планета детства», там как раз дети до 18 лет, несовершеннолетние, из как раз семей, которые в социально опасном положении, проводятся столько замечательных мероприятий, более того, они ещё и как волонтёры помогают. То есть практически они всегда могут обратиться в любое время к специалистам, да, и в это время не быть на улице где-то, да, то есть непонятно, как говорится, в каком обществе, а именно прийти, и им всегда, в общем-то, им рады всегда, и всегда с ними подготовленная программная деятельность ведётся. Это здорово. Вот оказывают помощь не только сами сотрудники, да, очень радуют, но и неравнодушные жители округа, да, Сталана Геннадьевна много лет уже приносят одежду и как-то сами участвуют в жизни каких-то... Это особая тема, и мне кажется, вот в этом плане тоже наш округ особенный. Давайте начнём хотя бы вот с нашей уже визитной карточки «Добрые песни о главном», да. Мы понимаем, что начиная с представителей власти, да, государственной законодательной и исполнительной власти, они выходят на сцену, они выходят на сцену к своим жителям округа, они ведь тоже репетируют, стараются, да, вот это их вклад, да, в благотворительность. Люди приходят, покупая билет, вынося добровольное пожертвование, понимая, что помогают детям. И, наверное, действительно, заканчивая тем, что наши граждане, ну, представляете, до 10 тонн, до 10 тонн мы иногда больше, иногда чуть поменьше. Пользуются спросом, то есть разбирают эту одежду? Вы понимаете, у нас склад очень маленький, холодный маленький склад, откровенно скажу, да, и 10 тонн там одежда, естественно, не помещается. Но если мы такое количество одежды принимаем, сортируем, да, распределяем по заявкам, к нам и больницы обращаются, да, то есть люди попадают и вообще без средств, там, как-то без одежды, мало ли какие ситуации бывают. К нам обращаются, там, например, школы, интернат, да, в своё время очень часто там ребятам помогаем. Естественно, что это всё, как приходит, так аккуратно, да, и уходит. И по муниципальным образованиям. На сегодняшний день у нас в пяти муниципальных образованиях организовано местное отделение Российского Красного Креста. Часто наши учреждения называют Красный Крест. Путают, да. Да, они не путают, они называют это, наверное, потому что изначально в округе у нас функционировало именно вот отделение Красного Креста, которое оказывало помощь. Социальные службы стали развиваться в 90-х годах, и на базе Красного Креста вот появились первые отделения, да, у нас отделение срочной помощи, отделение помощи на дому и так далее, и так далее. Поэтому, когда нас называют граждане Красный Крест, да, то есть мы-то понимаем, да, все, что это комплексные центры, в общем-то, я думаю, что это, наверное, уже неразделимо будет на всю оставшуюся жизнь. Конечно. А в Красном Кресте те же самые сотрудники, да, волонтёры, или нет, или там вообще другой состав? Вот по волонтёрам, да, то есть все сотрудники Красного Креста являются ещё добровольцами и волонтёрами. То есть когда мы реализуем проекты и гранты некоммерческой организации, не было ни одного отказа от сотрудников выйти в выходные дни, да, в субботу, воскресенье, в вечернее время нерабочее для организации именно мероприятий по проектам и по грантам. В общем-то, особенно у нас и активный медицинский персонал, потому что сейчас мы делаем акцент всё-таки на обучение, прежде всего, детей, это первой помощи, оказание первой помощи, да, предупреждение чрезвычайных ситуаций. Мы сами понимаем, что мы едем по Свету, да, по России, ситуация бывает нестандартная, в принципе, и когда дети знают, как можно оказать первую помощь, это замечательно. Мы заключили соглашение, нам помогают сейчас у нас и спасатели наши, да, то есть, в общем-то, заключено соглашение с МЧС, и будем продолжать эту работу в дальнейшем, да. А медицинский персонал у нас всегда стоит, как говорится, на площадках и рассказывает, и показывает детям, как правильно, в общем-то, сделать перевязку, как правильно наложить жгут. Вот к моему тоже вот удивлению. Я лично сама не знала, что можно наложить жгут на шею. Оказывается, можно. Самое интересное, что ребята это знают. Вот у нас скауты, например, 50 человек, они коллективный волонтёр Красного Креста. Вот так же, то есть, где нужно. То есть, они организуют игры с детьми-инвалидами, да. Если нужно, вот эко-походы ходим. У нас был проект «Арехметика добра» по вовлечению детей, воспитанников детского дома в волонтёрскую деятельность. То есть, не мы, как государство, им помогаем, но мы хотим их социализировать в общество, да, и мы их вовлекаем в эту деятельность социальную, что кому-то нужна тоже помощь, и они могут эту помощь оказать. И у нас есть постоянные волонтёры из числа детей, воспитанников детского дома, которые работают на складе постоянно. То есть, они приходят как на работу. У нас есть жители округа, которые просто приходят в определённое время, да, и, ну, тоже как на работу, например, раз в неделю, да, и сразу, как говорится, говорят, что они пришли на склад и идут работать на складе, на склад. Поэтому вот та гуманитарная помощь, которая поступает, огромное спасибо нашим жителям, да, то есть она вся распределяется. А на сегодня мы создаём, и если есть желающие, мы готовы принять на Новый год, например, у нас есть пункт проката бесплатного новогодних костюмов и выпускные платья. Костюмы и платья. То есть это же понимаем, что это разовое мероприятие. Если на сегодня, то есть семья не может себе финансово позволить, есть очень хорошая одежда, потому что мы понимаем, что бывает разовая одежда, сходили там, да, то меняется, может быть, размер не подходит, это ещё что-то. То есть мы готовы эту одежду предоставить бесплатно, только вот на именно одно мероприятие. Могут приходить, кто-то может сдать одежду, туфли, там, украшения, костюмы, а кто-то может действительно прийти к нам и эту одежду получить, то есть именно на мероприятие. Гордость берёзда на шоку. Вот у нас очень отзывчивые, да, люди? Очень отзывчивые люди. И вот с 1 марта у нас в комплексном центре мы клуб волонтёров серебряного возраста, да, создали, это 14 человек из числа сотрудников центра ещё дополнительно, помимо того, что они являются членами Красного Креста, а у них есть свой план. Это то действующие сотрудники или тоже? Действующие сотрудники, но и привлекают они из числа наших обслуживаемых граждан. В общем-то, смотрите, например, кто-то шьёт носочки, да, кто-то шьёт рукавички для того, чтобы передать детям, которые в социально опасном положении, в семьях, в которых нет возможности даже приобрести тёплую одежду. Буквально вчера посещали дом-интернат вместе, волонтёры нашего клуба и вместе с нашими, как говорится, обслуживаемыми гражданами, которые в отделении детального пребывания, посещали дом-интернат со своими подарками и со своей программой. Это так важно, связь поколений, да? Это очень важно. Это очень важно, потому что людям старшего поколения важно знать, что они ещё востребованы, они всегда готовы помочь, то есть, естественно, это тоже, знаете, это организация. Это активная деятельность. Человек находится в активной среде, то есть он не сидит дома в одиночестве, не скучает, не думает только про свои там проблемы, болезни и всё прочее, да? Он активно живёт и действует. Ещё и свои идеи выдают. И для ребят тоже в интернате, да? Это пример хороший очень для детей. Вот, предположим, волонтёры, которые из числа воспитанников детского дома, они, можно сказать, обрели частично какие-то семейные, наверное, часы, ощущения, когда они приходят к одиноким пожилым гражданам. И, как они сами сказали, они уже нас больше зовут чай попить и поговорить, потому что они нуждаются друг в друге. Пожилой человек, который проживает одиноко, и ребёнок-воспитанник детского дома, у него очень много внимания, педагогов, друзей, но туда хочется просто одного тёплого взгляда. Одного и тёплого взгляда. Павла Геннадьевна, у вас сегодня есть возможность поздравить своих коллег с замечательной датой. Я думаю, у вас есть что им сказать. Может быть, на эту камеру и поздравить. Уважаемые коллеги, 25 лет – это очень серьёзная дата. Это уже опыт, это уже профессионализм, но это и новые идеи, и новые направления работы. С большой благодарностью к вашему труду, большой благодарностью к вашему милосердию, к вашему состраданию. Успехов нам всем в нашем благородном деле. И, конечно же, прежде всего, в ваших семьях и вашим близким. Счастья, радости, добра и мира. С праздником нашим. 8 июня – День социального работника. День работников социальных служб. Поэтому, дорогих коллег с учреждений социальной защиты, поздравляем с праздником. И всем желаем прежде всего сил, профессионализма, радости жизни и, конечно, доброты. Светлана Геннадьевна, спасибо вам, что пришли к нам в студию. Ваших коллег тоже с праздником. Приходите, мы будем рады. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был директор комплексного центра социального обслуживания Неницкого округа Светлана Хатанзейская. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»